Это не просто парашют. Это почти 300 лет пути человечества к освоению неба без механических летательных аппаратов. Весь этот путь полон горьких ошибок и громких побед. И как это часто бывает, любые технологии доводятся до идеала благодаря известной цели. Ну а что досталось нам? А досталось нам максимально безопасное и взрывающее сознание развлечения. Или спорт, или даже профессия. И в этом выпуске я как раз таки расскажу вам про скайдайв со стороны профессии. Как в эту профессию заходят, какая в скайдайв карьерная лестница и самое главное, а сколько вообще зарабатывают люди, работают в скайдайв индустрии. Поэтому друзья, не переключайтесь, будет интересно. Ну что друзья, пришло время поговорить про финансы. В этом выпуске я вам расскажу, как вы сможете зарабатывать на скайдайве. Потому что это очень дорогое удовольствие. И даже не то, что вот такой ранец по стоимости сопоставим с автомобилем. А вам еще нужно, чтобы вас наверх подняли. И это все тоже очень стоит дорого. И в этом выпуске я вам расскажу, как вы сможете на этом зарабатывать. Мы пройдемся полностью от и до. Я покажу вам всю эволюцию. В общем, мы сейчас все подробно разберем. Вот видите. А это мой кореш Билли. Мы к нему сегодня приехали на дроп-зону. Он немножко не в себе. Волнуется перед камерой. Здорово, дружище. Как ты? Супер. Короче. Вообще, этот выпуск я планировал снимать в России. Но сегодня я нахожусь в Притории. Я здесь недалеко учусь на пилота. О чем будет другой выпуск. И вы там все увидите. Вот. И я подумал, ну а почему бы вот она рядом дроп-зона. Почему бы не показать вам на примере. Причем все примерно везде одинаково. Поэтому пойдемте и попробуем в этом во всем разобраться. Итак, давайте я вам расскажу про мой план на выпуск. Первое. Мы узнаем, сколько стоит полная экипировка скайдайвера. Здесь я не буду выдумывать цифры из воздуха и расскажу вам про свое оборудование и ценники. Второе. Мы узнаем, как и на что обычный скайдайвер тратит деньги на дроп-зоне. Третье. Я разберусь, как вообще зайти в эту профессию. А также расскажу вам про карьерную лестницу на личном примере. И мы пройдем все эти этапы, которые мне подвластны, учитывая мои скиллы. Четвертое. Мы посчитаем вообще, сколько зарабатывают на скайдайве на каждой карьерной ступени. Ну а напоследок я подведу итоги. А именно, мы поймем, стоит ли овчинка своей выделки. И действительно, тот ли это заработок, ради которого стоит отдавать свое драгоценное время этой удивительной профессии. Ну что, приступим. Итак, из чего состоит базовая экипировка скайдайвера? Перечисляю. Парашют. Но здесь все понятно. Конкретно у меня было уже три ранца. И я их покупал по мере прогресса своего скилла. Начал я вот с такого айкона, под большие купола. И стоил он тогда 500 рублей. Его, как и все остальные, укомплектовали спасательной системой Cypress 2, запасным и основным парашютом. Затем я пересел на вектор с такой же начинкой, но уже с меньшим размером купола. За 900 рублей. И совсем недавно мне приехал новенький Айкен Ви от Аэродюн Залям. И сейчас я использую две системы по очереди. Теперь одеваемся. Перчатки тоже надо? В перчатках неудобно. Как вы видите, с двумя куполами можно идти в каждый взлет, не пропуская их из-за укладки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Далее, сервис-то какой? Все, я погнал. Далее шлем. Сначала я прыгал с базовым шлемом Cookie G3 за 30 тысяч рублей. И вот совсем недавно мне пришел классный навороченный шлем ToneFly TFX за 70 рублей. В шлем у меня установлены пищалки. А именно, датчики высоты, которые прямо в ухо рассказывают, на какой высоте я сейчас лечу. Одна из них просто пищит. В моем случае это ProTrek 2 за 40 тысяч рублей. Вторая Vogue. За 38 тысяч рублей нежным женским голосом рапортует мне высоту. Цена за эти писки хоть и очень кусача, но работают они отменно. Также у меня есть альтиметр, или высотник по-нашему. В моем случае это датский Aros 2 от Altimeters. Он крепится на манжете и за 45 тысяч рублей визуально большими цифрами рапортует мне высоту во время свободного падения. Да, качество и точность стоят недешево. Ну и пара костюмов. Один с длинными рукавами, другой с короткими. Шьются такие костюмы на заказ. Шил я их в Москве. Цена за каждый 40 и 50 тысяч соответственно. Подобьем ценники. Итак, из первого ранца я уже давно вырос, и поэтому его вычеркиваем. В итоге считаем 2 ранца и все остальное. И получаем вот такую сумму. Оговорюсь, что абсолютно все я заказывал на бьё. Если брать это все с рук, то ценник будет на порядок дешевле. Но я делюсь именно своим опытом, поэтому что имеем, то имеем. Итак, имея все это оборудование и допуск к прыжкам, рядовой Skydier все еще не сможет осуществлять прыжки без дробзоны. Так давайте же ознакомимся с расходами и перечнем предоставляемых на ней услуг. В этот список я не буду включать питание и проживание. Откроем, например, сайт Коломны и читаем. Если вы не спортсмен, то прыжок вам обойдется в 20 рублей. А также за 6,5 с вами прыгнет отдельный оператор, который заснимет ваш эпичный полет на камеру. Плюсом, у ребят есть скидки для именильников и больших компаний. Если же вы решите стать скайдайвером, то в идеале весь курс вам обойдется в 121 400 рублей. Не стоит забывать, что если вы все сделаете не с первого раза, то за каждый этап курса придется переплачивать. Для скайдайверов, имеющих доступ, все проще. 2600 рублей стоит одно место в самолете. Соответственно, один прыг обходится в эту сумму. Ну и если скайдайвер не сам укладывает свой парашют, то его укладка обойдется еще в 300 рублей. Ну что, с этим моментом вроде разобрались. Возвращаемся на дробзону. Для того, чтобы выглядело нагляднее, я попросил у моего товарища Билли выделить мне самого молодого сотрудника дробзоны, который расскажет про свою карьеру, да и вообще ведет меня в курс дела. Смотрим. Так, короче, друзья, сегодня буду пробовать вот писать на такую камеру DJI. Денег она мне платила. Да, и кто мы такие, чтобы нам еще DJI денег платил. Просто, просто тестируем новую камеру. Пришли мы сюда в выходной день, чтобы нам никто не мешал. Вот здесь мой приятель Сипи. Сейчас я вас познакомлю вместе с ним. Он, как никто другой, расскажет вообще, как он сюда попал и с чего началась его скайдайверская карьера. Привет, нормально, как сам. Я до этого, естественно, с ним созвонился, и он уже в курсе моей просьбы. Сипи пришел на дробзону для того, чтобы начать зарабатывать деньги, для того, чтобы начать прыгать. Собственно, это была основная идея, и я про это вам хочу рассказать. Так, а пока я не начал, давайте я раскрою вам всю карьерную лестницу в скайдаве. Сначала люди заходят в эту профессию с укладки парашютов. Первым делом они учатся этому ремеслу, а затем уже начинают зарабатывать свои первые деньги, попутно выполняя прыжки на эти самые честно заработанные. Затем, когда у них есть должная напрыжка, они пробуют себя в качестве ученика-видеооператора. Как правило, они снимают тандемы издалека. И как только руководство понимает, что у человека сформировались определенные скиллы, скайдайвер начинает полноценно зарабатывать на позиции основного оператора тандемов. Далее приходит время становиться тандем-мастером. Это тот человек, который прицепляет к себе туриста и выпрыгивает с ним из самолета. У тандем-мастера должно быть не менее 800 прыжков. Как только накопился внушительный опыт в прыжках, включая тандем-прыжки, скайдайвер пробует себя в IFF. Это курс начинающего скайдайвера в рамках второго инструктора. И уже спустя долгое время, после того, как скайдайвер полностью зарекомендовал себя как грамотный инструктор, он вырастает до позиции основного инструктора IFF. Разумеется, можно заниматься одновременно и видеосъемкой, и тандем-прыжками, и курсами IFF. Все зависит от загрузки дроп-зоны. Также есть позиции ригера. Это человек, который стал экспертом в парашютных системах. Ну, в смысле, в самих ранцах. Как правило, это максимально сконцентрированные и четкие люди, которые занимаются самой сборкой парашютной системы. Они укладывают в раненоспасательную систему Cypress и укладывают запасной парашют. Занятие это не быстрое, и оно сильно дороже, чем обычная укладка. Ну, вот, например, уложить обычный парашют стоит 300 рублей, а запасной – 5000. Причем, переукладывать его необходимо каждые полгода. В общем, ребята не сидят без работы. Ну, и топовое значение в Skydive-индустрии – это владение самой дроп-зоной. Но это уже сложные управленческие обязанности, плюс необходимый серьезный стартовый капитал. Поэтому без полного знания профессии здесь никуда. Ну, а моя миссия на этот видос – хотя бы частично прикоснуться к какой-либо из этих позиций. И начну я с укладки. Сегодня ты будешь учить меня, как укладывать парашют. Правильно? Мы начнем с самого начала. Ты будешь учить меня, и когда я буду готов, я уложу себе сам и сделаю свой первый прыжок на собственной укладке. Так? Да, вообще не проблема. Да, ребят, ну уже пора, уже пора реально. Уже 800 прыжков, и я никогда не прыгал на своей укладке. Так, сейчас мы разбираем мой ранец, и я его буду переукладывать. Вообще, процесс прохождения FF предусматривает занятие по укладке парашюта. Но это было давно, парашют был большой. Я помню, что мне было очень комфортно, потому что вот эту вот огромную тряпку сложить в маленький контейнер было достаточно тяжело. Так, давай, давай мы перед тем, как начнем укладку, расскажи мне про финансовую сторону. Я плачу 50 рандов за одну укладку, правильно? Правильно. И сколько из этого идет тебе в карман? Полностью все 50 рандов идут ко мне. То есть дропзона тебя никак не чаржит? Нет, все деньги полностью за работу по укладке идут к нам в карман. Окей, супер. Ребят, не знаю, как в России, но вот видите, да, то есть в ЮАР все, что человек, как говорится, получил себе в руки, он все себе это кладет в карман. Ну а далее Сипи последовательно рассказал мне, как нужно укладывать парашют. Я вас не буду грузить этими мрачными инструкциями, разве что хочу отметить, что занятие это довольно муторное и требует высокой концентрации, потому что цена ошибки довольно высока. Это касается как новичков, так и бывалых. Нередки случаи, когда укладчик с большим опытом на автомате, укладывая парашют, забывает о какой-то детали. Последствия всем известны. Очень важно понимать, что если ты укладываешь его правильно, у тебя будет раскрытие очень мягкое. Но в принципе мы можем попробовать его уложить неправильно. Хуло знает. Стоит, не стоит. Мне кажется, он раскроется, но может быть жестко и закрутка. К своему стыду я невольно провел такой эксперимент с укладкой, и в результате чего у меня была жесткая закрутка и моя первая отцепка, которую я вам покажу чуть позже в этом выпуске. Ну а что касается укладки, я понял, что работать так бы я навряд ли смог. Но спортивный интерес берет свое, и я начал оттачивать свое мастерство раз за разом. Причем, чем больше раз я укладывал парашют, тем быстрее я это делал. Вообще, профессиональный укладчик делает это за 3-5 минут. У меня получилось сильно дольше. Какое количество укладок за выходные у тебя обычно получается? За выходные? Да, за выходные. Ну, смотря когда. Да, иногда мы очень заняты, иногда вообще не заняты. Ведь у нас есть спортивные парашюты и тандемные парашюты. За укладку тандемных парашютов мы получаем 80 рандов. Немного больше денег, чем обычно, и мы получаем полностью все эти 80 рандов. Но нужно понимать, что тандемные парашюты укладываются сильно дольше, чем спортивные, и мы тратим больше времени на это. Ну а так, за обычные выходные мы укладываем от 15 до 20 парашютов. Ну а в жирные дни мы укладываем по 30 штук, или даже больше. Ну и за месяц выходит 6 тысяч 7 и иногда даже 8 тысяч рандов. Ну, короче, 40 с можно, в принципе, поднимать за месяц. То есть, если ты работаешь по выходным. В общем, работа укладчика навряд ли вас делает финансово независимым человеком. А как заработок на прыжки, ну, вполне себе ох. Я предлагаю не зацикливаться на укладке и переходить к видеосъемке. Благо, мой дружище Билли позволил мне снимать тандем. Субтитры сделал DimaTorzok Мегенько, мегенько, мегенько. Опа! Есть! Так, ну а сейчас я иду прыгать вот с такими крылышками. Они мне помогут в видеосъемке. Дополнительное сопротивление. Буду полусидя, полустоя в таком вот положении. Снимать пассажира, который в тандеме. Вот и вся задача оператора. Главное, красиво подойти. Вернее, красиво снять. Подходить можно как угодно. Подойти вот так вот, близко снять. Облететь по кругу с этой стороны. Выгляжу как идиот, да? Ну ладно, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вот так вот можно за несколько дней научиться этому ремеслу, воздушному видеооператорству. Как это правильно называется? Видеооператор в небе. Ну или просто видеооператор кому как нравится. В общем, на этом мы эту тему закрываем. И сейчас я вам расскажу, что еще может быть на дробозоне полезно для вашего кошелька. Я просто пособирал инфу у знакомых скайдайеров. И сейчас вам озвучу средний чек, который поднимается на каждой из этих позиций. Разумеется, все размыто. Так как тандем-мастер может быть одновременно и инструктором, и оператором, и даже ригером. Но усредненные значения следующие. Укладчики поднимают от 40 до 80 тысяч рублей в месяц. Видеооператоры могут делать 100. Тандем-мастера около 100-120 тысяч. А FF-инструкторы примерно так же. Вот такие ценники. Но не будем забывать, что эта работа исключительно в сезон, при хорошей погоде и, как правило, по выходным. И для большего количества скайдайеров это, конечно, не единственная работа, а подработка. Если же мы берем дропзоны с полным циклом, например, скайдайв Дубай, то ценники там занебесны. И работают они нон-стопом. Ну и чтобы все зафиналить, я предлагаю пообщаться с владельцем дропзоны. Настоящие скайдайверы пьют водку. Чай номер один. Водка. Окей, Билли, мы сейчас делаем выпуск про бизнес. Понимаешь, сможешь нам раскрыть финансовую сторону? Нет, это абсолютно секретно. Абсолютно. Послушай, а скажи мне, как ты поднимаешь кэш на этой дропзоне? Смотри, если ты собираешься заработать денег на дропзоне, люди начинают с укладки парашютов. Мы уже выяснили про укладчика, это 50 рандов, и они полностью идут ему, правильно? Ты ничего с этого не имеешь, ты их никак не чаржишь, правильно? Смотри, если у тебя есть скиллы, то ты должен стать и потом уже работать тандем-мастером. Так зарабатывают на скайдайвере. Ну и за прыжок ты поднимаешь где-то 400 рандов. 400 рандов. 350-400 рандов, я не знаю, точные цены. Так, ну ты нам дашь пресс-пурант, да? Это вот про тандем-мастера. Еще ты можешь стать оператором. Видеографом легко зарабатывает, ты имеешь почти те же деньги. Видеооператор и тандем-мастер одинаковые цены? Оператор поднимает немного меньше, потому что тандем-мастеру нужна лицензия. Ну а оператору на самом деле совсем не нужна лицензия. Всего-то нужна подпись или разрешение директора или хозяина дробзоны. То есть топ-менеджер на дробзоне должен сказать, что этот парень достаточно хорош, чтобы работать с моими клиентами. Потом ты еще можешь поднимать деньги на АФФ. Ну АФФ это нечасто, да, здесь бывает? Люди очень редко приходят сюда. Ну смотря как. Иногда у нас есть прям большой поток студентов. Иногда прям много студентов приходит. А иногда на пару-тройку месяцев прям становится сухо совсем. Никаких новых АФФ студентов. Ему тоже нужна специальная лицензия или разрешение. Да, тебе нужна специальная лицензия. Смотри, ты должен проводить курс, ты должен иметь полеты и скиллы, ну и коммуникационные скиллы тоже. Чтобы понимать, что студент понял то, о чем я говорю. Ну и конечно, если ты арендовал самолет, или если ты владеешь им, ты можешь его сдавать. Да, абсолютно. Обращайся всегда. Самолет абсолютно к твоим услугам. Еще деньги поднимаются через аренду оборудования и парашютов. Поэтому, если хочешь совершить АФФ прыжок, туда включаются два инструктора, туда включен брифинг, сам прыжок, аренда экипировки. И потом еще есть разбор полетов и просмотр видео, и разбор того, чему ты научился. Спасибо, дружище. Да, всегда пожалуйста. Спасибо, очень помог. Важная, важная информация. Так, ну это, как вы уже поняли, хозяин дропзоны, мой каррифан Билли. Наверняка вы уже его знаете, если смотрели наши выпуски. Что еще можно здесь делать? Ну, вообще, как можно бабки на этом зарабатывать? Значит, вот эта вот вся площадка. Это все арендованное место рядом с аэродромом. Здесь Билли разбил дропзону. Вон тот вон самолет Билли купил в кредит и сдает его, по сути, в аренду этой же дропзоне. Поэтому это, наверное, высшая ступенька эволюции SkyDive в бизнесе. В общем, от укладки до владения дропзоной. Друзья, ну а теперь, как и обещал, показываю мою первую отцепку. И, разумеется, произошло это событие по причине моего факапа с укладкой. Короче, рассказываю. Как обычно, в Дубае много знакомых лиц. Пока укладываемся, общаемся. Ну а Серега Назаров, наш инструктор по Вингам, видимо, что-то уловил в моих действиях, что вызвало у него очевидные вопросы. А ты оцеплялся ранее? Короче, как говорится, накаркал. Забить! Фак! Ну Сережа, блядь, накаркал!